Держи, брат, кто нам маленький? Уже все, теперь все прошло. Я думаю, что я познал пады в своей жизни. Среди присутствующих Евгений Шляхтин. В 2014 году мужчина жил и трудился в Стаханове, Луганской области. Я до военной периода работал в исполкоме у себя в городе, был главным специалистом. Но когда началась так называемая «Русская весна», я был участником и организатором проукраинских патриотических мероприятий различного рода. Мы там шевченковские чтения проводили, конкурсы детского рисунка. Представителям незаконных вооруженных формирований, захватившим власть на Донбассе, не понравилась позиция молодого человека. Пришли, просто забрали, сказали, что я враг народа, я укроп. Пытались узнать. Ну и, в общем, нужно было узнать список, выпытать у меня, кто еще есть проукраинский, патриотичный, кто участвовал еще в этих акциях. Евгений находился в застенках 30 суток. Это время для него стало настоящим адом. Забивали до потери сознания. Били, ну ужасно. Били, конечно, пытали, там людей убивали, там некоторых людей резали, прикладами были. Я был в двух местах. Вначале в гараже был, а потом меня перевели на подвалы. И что примечательно, что не было ни одного военного. Все люди были гражданские, которые там находились, там по различным надуманным причинам. Ну шесть человек было, именно непосредственно, которые участвовали со мной в акциях. Их там, ну, поздавали там соседи, там, ну, я называю доброжелательные, да, условно. В отчете общественных организаций собраны более 150 свидетельских показаний таких людей, как Евгений. Этим людям чудом удалось вырваться на свободу. Их рассказы должны стать приговором для палачей. Для того, чтобы задокументовать злочины, для того, чтобы притягти всех повинных в этих злочинах до ответственности, для того, чтобы память про это не снигла. В отчете собраны не только свидетельские показания о пытках. Здесь есть данные и о местах, где удерживались, а, возможно, и до сих пор удерживаются террористами люди, которые выразили свою позицию неугодную представителям самопровозглашенных республик. То, что здесь рассказались, просто это уже о конкретных людях, о конкретных фактах, которые будут представлены, я надеюсь, международной организацией, чтобы это увидел мир, что это не наши выдумки. Я сама из Луганской области, я из города Перевальска, поэтому многое я сама знаю об этом в ситуациях по поводу заключенных, которые там находятся, как они их держали в гаражах, которые были напротив моих окон, я могла это наблюдать. Презентация мониторингового исследования фактов нарушений прав человека, а также документальный фильм «Переживший ад» и встречи с бывшими узниками незаконных тюрем пройдут и в других городах Украины. Мы слышим за воротами именем республики, приговариваем вас к расстрелу. Ну и стреляют там выше, ниже. Когда человека обратно заводят, трудно передать его состояние.